Привет, друзья! Lexus LFA – одна из самых интересных и неоднозначных моделей японского премиального бренда, которая в свое время очень так неплохо встряхнула весь автомобильный мир. С одной стороны, купе предлагает бескомпромиссный уровень управления в связке с задним приводом и фантастическим атмосферным V10 объемом в 4,8 литра, который разрабатывался в содружестве с Yamaha и способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Это его главная фишка. С другой стороны, из-за ограниченного тиража и очень высокой себестоимости проекта LFA так и не обрел массовости и популярности среди обычных пользователей. Но в кругах автолюбителей все еще помнят тот пронзительный звук атма мотора, способного поднять своим пением мертвого из могилы. С тех пор прошло долгих 10 лет, как с конвейера сошел последний LFA. И все эти 10 лет фанаты марки и фанаты этой модели ждали того дня, когда же японцы дадут зеленый свет второму поколению знаменитого купе. И это случилось внезапно в 2022 году японский производитель представил фантастическое купе, которое в компании ознаменовали как прямого наследника того самого Lexus LFA. С одной стороны, такое известие очень всех обрадовало. Ведь возвращение такого громкого имени только положительно скажется на репутации компании Lexus. Но с другой стороны, того самого атмосферного V10 мы здесь уже не увидим. Нужно понимать, что в современном мире такие моторы уже мало кому нужны, и тренды диктуют свои условия. А они очень простые. Начинается эра электрокаров, хотим мы того или нет. Так что преемник LFA получит электрическую силовую установку. Она будет представлять из себя два электромотора. А это значит, что купе получит полный привод, что жизненно необходимо ему для впечатляющего разгона. О чем заявил в недавнем интервью изданию Top Gear генеральный директор компании Кодзи Сато. Так уж получилось, что на сегодняшний день разгоном в три секунды в сегменте суперкаров мало кого удивишь. Особенно, если речь идет о электрическом суперкаре. По этой причине топ-менеджер подтвердил информацию, что инженеры Lexus настроены на более впечатляющие показатели и обещают, что преемник Lexus LFA будет разменивать первую сотню за две секунды. О мощности самой силовой установки на данный момент в компании ничего не сообщают. Но ранее в сети фигурировала цифра в 800 лошадиных сил, что кажется вполне правдоподобно для электрического купе. Есть еще одна особенность, которую раскрыл мистер Сато в большом интервью британскому Top Gear. Менеджер подтвердил информацию, что в новом Lexus LFA действительно будет использоваться механическая коробка передач, которая будет напрямую связана с электромоторами через провода. Это будет своеобразная система, имитирующая работу механической коробки передач и работу педали сцепления. Она сможет влиять на крутящий момент и в целом на работу силовой установки. А для достижения классического эффекта LFA получит стандартный рычаг коробки передач и третью педаль сцепления, на которую нужно будет нажимать. На деле же никакого фактического переключения передач не будет, и система будет просто имитировать особенности работы механики, играя с моментом и мощностью силовой установки. Все это необходимо исключительно для того, чтобы водитель еще больше себя ощущал одним целым с автомобилем, ведь самого главного, своего достоинства, громкого и напористого звука LFA лишился. Так что Lexus решил взять чем-то другим. В компании уверяют, что это не единственное специфическое решение, которое будет реализовано в новом купе. И производитель будет постепенно раскрывать все особенности и секреты новой двухдверки. Ну а нам остается ждать премьеру, которая запланирована на следующий год. Друзья, а перед тем, как мы продолжим, я хотел бы вам напомнить о моем втором канале, доступном по ссылке в описании, где я публикую свою авторскую музыку. А также присоединяйтесь к нашей дружной семье KingDrive, чтобы быть в курсе событий всего происходящего в автомобильном мире. Компания Infiniti продолжает потихоньку перестраивать свой модельный ряд и больше ориентировать его на кроссоверы и электромобили. То, что, собственно говоря, сейчас лучше всего продается и пользуется повышенным спросом. Учитывая, что у материнской компании Nissan сейчас не лучшие времена, у Infiniti попросту нет другого выбора. Ей необходимы модели, которые будут пользоваться повышенным спросом. А это как раз-таки кроссоверы и электрокары. И если кроссоверы уже производят настоящий бум в автомобильном мире, то у электрокаров все впереди и нужно работать на опережение. В связи с таким не очень радостным положением вещей, компания в этом году откажется от дальнейшего производства своего имиджевого купе Infiniti Q60 и прекратит его выпускать. Самое интересное, что двухдверка не получит какого-либо преемника, даже в виде электромобиля. А сэкономленные деньги компания планирует перенаправить на производство и разработку новых кроссоверов, которые потенциально будут приносить значительно больше прибыли японскому бренду, чем достаточно нишевая двухдверка, которая мало кому интересна в нынешнее время. Получается, что единственным легковым автомобилем марки останется седан Q50, который базируется на той же платформе, что и купе. И что-то мне подсказывает, что он тоже в скором времени отправится в отставку, так как выпускается эта модель с 2013 года. И даже несколько существенных обновлений не очень помогли модели поднять свои продажи. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok